Друзья, всем привет! С вами Никита Дилой, мы продолжаем с вами играть в фарминг симулятор 19 и наша первая карьера продолжается. Где наш песик? Давайте его покормим, а то он голодный. В общем-то, друзья, что мы имеем? У нас во владениях есть вот такое вот замечательное 16 поле, не самое маленькое на этой карте. Мы его в прошлый раз убрали, оно было засеяно подсолнечником и мы получили с него 28 тысяч литров подсолнечника. В принципе, можно все это дело отвезти, продать и у нас будет какая-то копейка. И мы, друзья, сейчас нуждаемся в элеваторе, собственно, который стоит 110 тысяч, самый маленький, он нам, в принципе, очень нужен. Поскольку курс плей в этот не хочет выгружать автоматические культуры, их можно ездить сразу продавать или же нужно выгружать свой. Нажать кнопку разгрузки не поможет, потому что он тогда высыпет на землю, надо будет это все подбирать. Короче, не разгружает он, поэтому надо куда-нибудь его сюда присобачить. В общем-то, ладно, это мы чуть попозже займемся. Также в прошлый раз мы взяли контракт на восьмое поле, на вспашку этого поля. Соответственно, мы его выполнили, поэтому можем забрать свои честно заработанные деньги. И у нас на балансе становится 6 тысяч, но мы сейчас уйдем в хороший минус. Потому что, друзья, нам сегодня нужно это поле посыпать известью, вспахать, удобрить и чем-нибудь засеять. И потом еще раз удобрить и, возможно, еще прополоть. Так что планов у нас много, но и параллельно выполним какой-нибудь контрактик. У нас, в принципе, есть вся необходимая техника, которая вообще может нам понадобиться. У нас есть три замечательных трактора, которые будут справляться со своими всеми задачами. И, в общем-то, давайте мы будем начинать нашу работу. Начинать мы будем с извести. И для этого нам понадобится вот такая вот хреновина. Это распределитель удобрений. Соответственно, нужно записать маршрут на курс плейна извести. Будем мы это делать с помощью вот этого оранжевого трактора. Плуг мы оставляем, соответственно, здесь. Цепляем эту хреновину и едем к точке, откуда будем записывать маршрут. Вот здесь вот у нас есть замечательный въезд на поле. Я считаю, что это въезд на поле, поэтому мы можем им пользоваться. Ничего страшного. Соответственно, нажимаем кнопку запись маршрута и едем туда, где мы можем получить эту гребаную известь. Музыка Соответственно, вот у нас слева пополнялка извести. Мы аккуратненько к ней подъезжаем. Я же так понимаю, вот эту пополнялку извести. Да, она самая, мы ее видим. Немножко мы так для проверки наполнили. И, соответственно, едем на базу. И здесь мы, соответственно, маршрут прерываем. Обзываем его поле 16 извести. Сбрасываем, соответственно, этот маршрут и генерируем что-нибудь на удобрение. Точнее, не на удобрение, а на разбрасывание извести. Возврат на старт. Да. Давайте поворотная полоса по максимуму и сглаживать. 16, конечно, много будет. Там, наверное, 5 от силы. Но не суть важна. Ну, вот так вот он выглядит. А вообще, давайте мы его сгенерируем из точки, которая с середины поля, чтобы он с разворотами не мучился. Проедем просто на центр поля. Примерно вот сюда. И отсюда его, соответственно, сгенерируем еще раз. На 4 поворотных полосы можно даже на 3. Ну и да, разумеется, он в обратную сторону будет. Раз, два, три. Он все равно последний. Там, блин, потратит кучу извести просто так. Из-за вот этой центральной полоски. Ну ладно. Мы не жадены. Соответственно, выставляем на старт мы это все дело. Добавляем к нему маршрут поле 16 извести. Ставим удобрение и посев. И запускаем мы со стартовой точки. Мне только не нравится. Там была у меня раньше такая менюшка, что забрать из бункера. И там надо было выбрать известь. И сейчас я этого не увидел. Это немного странно. Да, она тратится бешеными темпами. Может он сам понял, что забрать, потому что известь уже была в кузове. Ну ладно, посмотрим, наберется он или нет. Я надеюсь, что он наберется. Блин, раньше работало. Ладно, пускай он катается. Посмотрим, что да как. Мы же тем временем подыщем себе какой-нибудь контрактик параллельно с этим делом. И возьмем мы, друзья, контракт на сбор урожая. На 18 поле там растет кукуруза. И нам заплатят 3200. Правда, отвезти его нужно на восточный зерновой элеватор. Это, по-моему, очень далеко. Но да ладно. Принять контракт. Нажимаем и смотрим. 18 поле находится у нас, в принципе, довольно близко. А вот восточный зерновой элеватор не очень близко. Ладно, перегоняем туда всю технику. Дальше будем думать, что делать. Итак, друзья, у меня внезапно появилось 6 миллионов. Я, наверное, просто случайно нажал какую-то кнопочку. И, наверное, случайно у меня стоит для тестов. Я, короче, накручивал себе деньги. Не обращайте внимания, я их потом сотру. Не хочу сейчас разбираться, как это сделать. Я потом просто из сейва уберу нахрен эти деньги. Маршрут на известь, кстати, работает. Вот он заправился. Меня это радует. И, соответственно, у нас списалось немного денег за это дело. А мы находимся на 18 поле, где у нас растет кукурузка. И сейчас мы ее соберем и отвезем на восточный зерновой элеватор. Нам заплатят за это денежку. Поле не самое маленькое, поэтому, я думаю, до конца серии они будут работать. Сперва запишем маршрут на вывоз этого дерьма. И чтобы было по фэншую, мы, разумеется, начнем с дорожки. Нажимаем начать запись маршрута и поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, собственно, когда тестил все это дело, у меня разгрузка на элеваторы работала. Не работала только почему-то вот на свой вот этот западный элеватор. Но контракты у меня работали. И, кстати, нам надо здесь развернуться. Вот это я чуть не зафейлил. В общем-то, едем обратно и запускаем все это дело в работу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все. Останавливаем маршрут. Сохраним его, может быть, когда-нибудь он нам понадобится. Под названием поле 18 восточный зерновой элеватор. Только не зен, а зерн. Вот так вот. Соответственно, работа с комбайнами и автоматически выбрать комбайн. Вручную Nova 330 запустить по маршруту, и он ищет комбайн для работы. Мы же садимся в наш комбайн и запустим его работать, пожалуй, с того угла поля. Как-то, мне кажется, это более правильно будет. Нам, кстати, еще нужно автомастерскую поставить, чтобы технику чинить у себя на базе. Я не знаю, где взять на все это деньги. Я, может быть, технику купил немножко лучше, чем надо было. Соберем немножко здесь вручную, как обычно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И генерируем ему маршрут на уборку. Поле 18 вот у нас в списке появилось. Расположение все как обычно. Возврат на старт. ДАМИЧНАЯ МУЗЫКА Генерировать маршрут. И со стартовой точки мы его запускаем. Ну и все, он пошел работать. Они, я надеюсь, вдвоем справятся, и у нас будет лишнее 3000. А что простаивать-то? Тем временем у нас уже немного посыпалась известью. Трактор поехал за следующей порцией. У нас еще содрали денег за эту известь. Она дорого стоит, от этого никуда не деться. И раз в три посева нужно будет посыпать этим дерьмом. Такая вот она беленькая. Мы пока можем поставить трактор пахать поле. Потому что у нас есть еще один вот такой вот маленький трактор, который я покупал специально для того, чтобы работать на полях. Он, в принципе, в меру мощный. Медленно ездит, но нам сейчас это не важно. Главное, чтобы он тянул плуг. А он будет его тянуть. Главное, собаку эту плугом не переехать. Остальное все не важно. Соответственно, друзья, генерируем маршрут и для него. Ставим ему различные полевые работы. Выбираем поле номер 16. Наше поле. Расположение старта. Возврат на старт. Да. Генерируем маршрут. И со стартовой точки мы его запускаем. Разворачиваясь в пределах поля. Да. Плуг за границей поля. Тоже да. И все. Он пошел пахать. И вот что мне нравится в 19 ферме. Правда, стоит еще мод на разный цвет грязь. Но посмотрите, этой известью запачкался весь плуг. И, соответственно, одно колесо у нас белое, одно черное. Потому что оно по травке еще ездит. Вот прям приятно. Вот такие вот вроде мелочи. А приятно на это все за этим всем делом наблюдать. Какая-то деваха у нас вон. Причем в костюмчике вся такая фермерша, блин. С каменным взглядом. Ладно. Все это такие не очень нужные слова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, друзья, поле мы известью посыпали. Да, клево выглядят вот эти вот белые колеса. Плюс я проехался по травке. Видите, протекторы вроде как чуть-чуть почистились. В общем-то, здорово. Прям вот нравится. Соответственно, у нас все это дело известью посыпано. Сейчас плуг пашет. Долго он это будет делать, увы. Но подождем. Никуда мы не торопимся. Из этого же трактора нужно пока что известь высыпать. Я не помню, как это делается. Это делается кнопкой разгрузить. Да, вон, появились два поддона у нас справа. Соответственно, сейчас мы наполним эту распределитель удобрениями. Я, правда, не знаю, сколько удобрений нужно на это поле. Ну, если что, они у нас останутся. Единственное, только надо открыть крышку. Наполняется, и мы идем в гигантский минус. Ну, вроде как удобрений должно хватить нам на это поле раз на 10. То есть их немного должно тратиться. Посмотрим. 30 тысяч мы потратили. Охренеть. Вот вообще ненужные расходы. Ну, ладно. Вроде как должно удобрений потратиться вообще мало на это поле. Соответственно, пока что мы трактор паркуем вот здесь. Можно еще раз покормить собаку. Почему бы и нет. Но поддоны мы поставим немножко ближе к стенке. Мы, разумеется, из них потом опять заправим известь в старый раз. И вот это все дело мы тоже без проблем потом высыпем отсюда. А у нас трактор потиху пашет. Все, трактор ему развернуться не мешает. Это хорошо. В общем-то, ждем, пока закончит. Вообще, друзья, у нас есть тут хорошие контракты на удобрения. И я помню, что в мультиплеере я этим прям вот грешил. Удобрять поля это была моя любимая работа. Заправляешь удобрялку, ставишь на работники и колотишь бабло этим самым. Поэтому давайте мы сейчас возьмем все эти контракты на удобрения. И отобьем потраченные деньги, которые мы потратили на эти самые удобрения. Вроде как должно без проблем хватить всего этого бункера. Принимаем мы контракт на 13 поле. На 9 поле принимаем контракт. И на 10 поле мы тоже принимаем контракт. Вроде все, удобрения больше нет. Вот у нас три контракта висит на удобрения. 13, 9 и 10 поле. Поэтому поехали мы, короче, все их поудобряем. Вот оно, собственно, 9 поле. На 9 же поле, да. 9, 10, 13 мы взяли контракты. Точнее, 9, 10, да, 9, 10, 13. Соответственно, генерируем маршрут. Девятое поле с поворотной полосой только в другую сторону. Поставим максимум полос. Но этого должно хватить. Этого хватит с лихвой. И, соответственно, только забрать из бункера. Да, вот у нас сейчас появилось. Удобрения поставим. Хотя мы из бункера ничего забирать на самом деле не будем. Этого теоретически должно хватить. Единственное, мы немножко отъедем назад. И запускаем по маршруту. Итак, завершен контракт. Прерываем, соответственно, маршрут. Выключаем все вот это дело. Мы потратили 1000 литров удобрений на это поле. И заработали, грубо говоря, 7000. Только мне еще показалось, что он как-то довольно узко шел. То есть можно было немножко шире этот маршрут ставить. Хотя в меню у меня написано, что 12 метров ширина у этой удобрялки. Но сейчас он как-то разбрасывал прям аж вот широко. Можно, в принципе, вручную это поле пройтись. Если так брать. Будет, скажем так, экономнее по удобрениям. Давайте так и сделаем. Че, падлу что ли? И все, друзья. На этом контракт закончен. Довольно быстро это все делается. Даже вручную. Удобрения и еще легкие денежки у нас, в принципе, есть. Ну и поехали тогда на 13-е поле, где оно у нас находится. Оно по всем рядом. Удобрим также его по-быстрому. И отобьем эти удобрения. У нас еще останется 10 тысяч литров этих удобрений. И вот оно, 13-е поле. Разворачиваемся. И все-таки я это на курс-плее сделаю. Единственное, что я поставлю просто... Вот, 30 метров уже стоит. Смотрите-ка. Видимо, оно 30 метров разбрасывает. Давайте без сглаживания генерируем маршрут ему отсюда. И он поехал работать. А я пока отхожу по своим делам, отойду. И тут у нас, кстати, все заканчивается. Поэтому прерываем маршрут. Сбрасываем его. У нас остается еще 11 тысяч удобрений. И, в принципе, с большего мы практически отбили все потраченные деньги. Поэтому поехали поставим все это дело на базу. Соответственно, друзья, этот трактор мы бросаем здесь. Удобрять нам больше нечего. И мы ждем, пока у нас закончит спашку наш плуг. Сделать он это, правда, только через 2 часа. Ждать долго. Ну ладно. А тем временем, друзья, у нас еще и на 18 поле завершается уборка. И, судя по тому, что позволяет время, у нас еще долго будет пахаться поле. Мы, наверное, возьмем еще один контракт на уборку. Сейчас посмотрим, что там есть. Только вот этого пацана мы сейчас разгрузим и отправим, соответственно, на разгрузку. Разгрузим и отправим на разгрузку. Да. Отправить на разгрузку. Нажимаем кнопочку. Соответственно, прерываем маршрут. Тут у нас все. Тут, ребята, в общем-то, слабенькие такие контрактики. По тысячу, по две. И возить, скажем так, далековато. Так что мы ничего не будем брать. Соответственно, везем трактор в стойло. И, соответственно, точнее, комбайн в стойло. И трактор тоже потом туда же. Да, уже довольно долго у нас паха дойдет. Но, благо, ее не часто придется делать. Тут это все работает не так, как в 17-й ферме. Тут не обязательно после каждой трех пассивов это делать. Тут после определенных культур нужно будет пахать. И мы их пока что сажать не будем, эти самые определенные культуры. Хотя посмотрим, как там, что у нас будет происходить. Паркуем вот сюда вот мы наш комбайн. И что там у нас? Керхер дотянется. Его помыть. Неплохо было бы его сполоснуть, потому что грязная техника. Быстрее изнашивается. Нам ее скоро уже придется чинить. Износ идет довольно быстро. В принципе, изношенная она все равно работает. Единственное, что она просто медленнее ездит, начинает. Может быть, это на данном этапе не столь принципиально, по большому счету. В общем-то, посмотрим, как и что. Кстати, у нас лишняя культура также немножко появилась. Плюс 5000 мы получаем доход от продажи урожая. Потому что для контракта не обязательно выполнять полностью на 200% это поле. У нас пока что есть время немножко поиграть с нашей собачкой. Можем покидать ему мячик. Он его принесет? Кстати, где он? Я его прям потерял. Вроде не сильно кинул. А, он уже его принес. Да? Эй, друг. А ну-ка, принеси мячик. Ну и ладно, хрен с ним. Куда он покатился? Потому что я какой-то ерундой занимаюсь. Соответственно, друзья, у нас контракты выполнены. И поэтому мы можем с них, со всех, собрать, скажем так, бабло. И мы опять в плюсе. 6 миллионов я вытру потом просто из сейва, когда в следующий раз буду заходить в игру. Плюс нам надо будет еще семенами заправить сейлку. И тогда мы будем уже иметь представление о том, в плюсе мы или в минусе. Еще, кстати, вот эту бочку неплохо было бы заправить топливом, чтобы никуда не ездить, заправляться. Но ладно, пока у нас топливо есть в тракторах. Я надеюсь, оно будет хватать его. Ну, этот трактор, друзья, мы, соответственно, тоже паркуем на нашей базе. Импровизированной пока что. Пока что такая. Пока что никуда не денешься. Вот здесь вот он пускай стоит. Глушим и пускай стоит. Ну и, друзья, закончилась у нас пахота этого поля. Теперь мы можем пройтись удобрялкой по нему. И, соответственно, вслед за удобрялкой можно даже сейлку сразу запустить. Поэтому садимся в наш оранжевый трактор и генерируем ему маршрут на 30 метров. Как показала практика, у нас будет это все дело работать. Маршрут будет без пополнения удобрений, потому что их хватит на это поле с лихвой. И генерировать мы будем, ну, примерно с центра поля, как обычно, по кругу. Две полосы он всего сгенерировал. И, в общем-то, ровненький маршрутик вот такой вот у нас будет. Запускаем. Единственное, что забрать из бункера мы поставим удобрение. Хотя это роли никакой абсолютно не играет. Единственное, только я его в обратную сторону запустил. Сгенерировал, точнее. Мы сейчас это переделаем. Все. Чтобы он ездил против часовой стрелки, нам так будет удобнее. Вот так вот пойдет. Замечательно. И со стартовой точки его запускаем. А тем временем берем наш вот этот самый фиатик, на котором плуг. Плуг, кстати, износился на 100%. Он даже не грязный оказался. Но, видите, стесаны просто до нельзя. Из-за этого скорость его работы с ним заметно падает. Но мы в следующий раз, наверное, поставим себе мастерскую вообще. Вообще, в следующей серии уберем вот этот урожай. И, соответственно, продадим подсолнухи, которые у нас были с прошлого урожая. И там будем уже смотреть, на что нам хватает денег, на что не хватает. И первым делом, друзья, давайте мы запишем маршрут на пополнение удобрялки. Отсюда вот мы будем, соответственно, стартовать. Нажимаем кнопку запись маршрута и проезжаем около бункера с этой всей ботвой. Заодно, кстати, проедем мимо бункера с удобрениями, чтобы они там тоже пополнялись. И у нас здесь такой склон, что зря я, кстати, через него поехал. Давайте-ка мы сбросим это дело и перепишем. Соответственно, еще раз из этой же точки. И, кстати, надо нажать на кнопку пополнения и проверить, как оно пополняется или нет. И сейчас оно пополняется. И да, видимо, у нас все это дело займет весь наш баланс. Все равно я под горку здесь почему-то проезжаю. Ладно, мы еще раз бросаем маршрут, он будет у нас на пополнение только семян. Удобрение у нас, в принципе, сеялка такая, точнее удобрялка, что нет в этом никакой нужды. Соответственно, еще раз нажимаем запись маршрута, что третья попытка уже. И проезжаем только мимо удобрялки. Вот так вот он работает. Соответственно, разворачиваемся и приезжаем в эту же точку. И все, сохраняем этот маршрут как поле 16 семена. И, соответственно, его сбрасываем и генерируем маршрут на сам посев. Тут, в принципе, ничего сложного, все как обычно. И добавляем к нему поле 16 семена. Ставим удобрение и посев и со стартовой точки мы его запускаем. Маркеры мы выключаем и разворачивается в пределах поля. Да, мы оставляем. И все, он пошел сеять наши бобы. Хотя расход у него, кстати, небольшой. Может быть, ему и не надо будет заправляться. Хотя поле здесь немаленькое. За час он справится. И пока у нас есть этот самый час, я вижу смысл взять еще один контракт на удобрение. И поле 13, кстати, можно также удобрить. Давайте примем вот этот за 9 тысяч контракт. Вот этот контракт на удобрение можно принять. И, пожалуй, больше тут ничего такого прям интересного я и не наблюдаю. Десятое и тринадцатое поле мы сейчас удобрим, как только освободится наша удобрелка. Она, в принципе, уже почти освободилась. И этот контракт у нас также завершен. Мы прерываем маршрут, сбрасываем его. Получаем свою заслуженную награду за оба поля. И у нас на балансе 19 тысяч сейчас становится. Все, я больше с контрактами на сегодня. Все, в общем, не хочу больше ими заниматься. Мы теперь же ждем, пока у нас досеется наше поле. Мы его еще раз удобрим. Потом, если вырастут сорняки, а они вырастут, мы это поле прополим. Ну и, соответственно, будем ждать урожая. И знаете, пока мы удобряли два поля, как-то не так уж и хорошо он поработал. Ну, в принципе, ладно, хрен с ним. Можно, в принципе, выстроить сюда трактор. Он все равно будет удобрять поле. Пускай ждет здесь. Друзья, пожалуй, дождусь я все это дело за кадром и удобрю поле тоже за кадром. Следующий ролик у нас будет посвящен модам, которые у меня используются в этом прохождении. По крайней мере, которые вот на данный момент стоят. Разумеется, этот список будет дополняться по ходу прохождения. Ну и уже в следующей серии мы, соответственно, уберем это поле. Продадим соевые бобы. Продадим подсолнечник, который у нас был собран в прошлой серии. Выполним еще какие-нибудь контрактики обязательно. Посмотрим, что будет доступно на тот момент. Ну и уже будем думать о дальнейшем развитии. Я не знаю, с чего начинать. Поле или техника. В принципе, техника у нас есть вся. Может быть, и поле нам стоит прикупить. Еще одно какое-нибудь. Впрочем, нам не помешает автомастерская, поскольку ездить далеко мне вообще не хочется. А плуга, как видите, хватило на пол раза. Хотя, с другой стороны, можно его пока не ремонтировать. Как бы мы никуда не торопимся. А вот, собственно, зерновой элеватор нам очень не помешал бы сейчас. В общем-то, друзья, будем решать об этом в следующей серии. Ну или же пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И на что нам стоит потратить еще не заработанные деньги. Что нужно сделать на нашей ферме. И, друзья, если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующей серии. У нас тут появилась мода стримы какие-то проводить. Поэтому, чтобы не пропустить их, также нажимайте на колокольчик. Разумеется, не забываем про лосики. Пишите свои комментарии. С вами был Никита Дилой. Всем всего доброго. Пока-пока.